Основная задача землевладельцев – это обеспечение растений качественным питанием. Ведь от этого зависят высокие урожаи. Но урожаи нам с тобой нужны не только большие, но и экологически чистые, самое главное. Поэтому на своём участке мы применяем только безопасные и натуральные препараты. Благо дело, что сейчас есть чистые удобрения и честные производители. Первый продукт, с которым мы вас хотим сегодня познакомить, называется суспензия хлореллы. И мы его используем на своём участке уже не первый год. Хлорелла – это уникальная зелёная водоросль. Она считается самым полезным продуктом. Ведь её составит более 650 необходимых элементов для питания, роста и развития растений. Давай с тобой вспоминать, где мы использовали суспензию хлореллы. Ну, во-первых, замачивали в этом растворе семена. Далее мы обогащали, так сказать так, проливали грунт суспензией хлореллы. Дальше подкармливали рассаду. Ну, а после высадки в открытый грунт мы уже использовали для подкормки все рассады и всех растений в саду без исключения. Работая с этим удобрением невозможно переборщить. Особенно, если ваши растения болеют, то можете совершенно даже не разводить, а просто в бутылку вставляем поливилизатор и опрыскиваем все наши растения вечером по листу. Если вы подкормки хлореллы делаете регулярно, например, один или два раза в неделю, то этот препарат, конечно, уже можно поэкономить и разбавить его. Для этого налейку на 10-12 литров нам понадобится пол-литра этого препарата. И слегка смачиваем почву. Эти одноклеточные живые микроводоросли, помимо полного набора витаминов и множества аминокислот, содержат необходимые активаторы роста. После попадания в грунт они активизируют жизнедеятельность почвенной микрофлоры. Хлорелла содержит природный антибиотик хлорелин, который помогает бороться с патогенной микрофлорой. В этом году в нашем арсенале появилась новинка – сапропель. Это многовековые домные отложения признаводных водоемов. Дорогие друзья, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что сапропель можно заменить, к примеру, обычным речным илом или озерным. То есть приехать, собрать его, сделать удобрение и подкормить растения. У ила нет такого богатого состава. Вы можете в свой грунт занести патогены, да и плюс ко всему она еще и горкой покроется. Сейчас мы будем готовить из сапропеля рабочий раствор для подкормки. Всего лишь один стакан сапропеля мы заливаем пятью стаканами воды. И даем настояться приблизительно минут 10. Сапропель содержит большое количество органических веществ и все необходимые минеральные вещества, такие как азот, фосфор, калий, кальций, железо, марганец и цинк. Обладает влагоудерживающей способностью, очищает и оздоравливает землю в течение двух-четырех лет. Тщательно размешиваем наш концентрат. И теперь один стакан мы берем на лейку воды, то есть на 10-12 литров. И кормим все растения без исключения в саду и на грядках прямо под крышок. Если вы раз в месяц будете делать такую подкормку, то будете обеспечены отличными урожаями. Следующий продукт – это биогумат. В этом пузырьке органические гуминовые кислоты, которые извлечены из натурального сапропеля. Гуматы – это основа гумуса. Ведь всем известно, чем больше гумуса в вашей почве, тем более богатый урожай вы можете собрать со своих грядок. И здесь концентрат. Поэтому получается, что это удобрение очень экономичное. Всего один колпачок на 10 литров воды. Ну, а, соответственно, на 5 литров полколпачка. И просто смачиваем почву вокруг ваших любимых растений. После внесения у растений развивается более мощная корневая система и ускоряется рост. Повышается устойчивость к стрессам. Активизируется почвенная микрофлора и восстанавливается естественное плодородие. Следующий инновационный продукт – гумификатор. Он следит за порядком на нашем участке. Здесь находятся бактерии, которые обеззараживают и способствуют более быстрому разложению органики. Кстати, этим препаратом можно начинать пользоваться уже весной, с приходом тепла. Всего 10 миллилитров налейку воды. Рабочим раствором гумификатора мы смачиваем все растительные отходы и органические остатки на нашем участке. Мы за органическое земледелие и все остатки складываем в проходы и для более быстрого разложения и обеззараживания смачиваем их гумификатором. Более концентрированным рабочим раствором обрабатывают компостные кучи. Гумификатор улучшает структуру почвы, увеличивает содержание полезных микроорганизмов, ускоряет размножение дождевых червей, уменьшает потребность в минеральных удобрениях. Тем более, если вы вносите в почву неперепревший навоз, то обязательно пролейте ее раствором гумификатора. Если вам не безразлично ваше здоровье и вы хотите получать экологически чистый урожай, то откажитесь от применения химии на своем участке. Начните пользоваться натуральными препаратами. Результат не заставит себя ждать. Мы проверили. Суспензию хлорелы, сапропель и другие органические удобрения вы можете заказать на сайте biodefizcomplex.rf с доставкой по России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok